Детские и спортивные площадки уже третий год подряд стремительным темпом устанавливаются в населенных пунктах Змейского района. Экс-глава районной администрации, а сейчас народный депутат Украины Евгений Мураев, внедрил в район эту программу еще в 2011 году. С тех пор детских площадок насчитывается порядка 30 и продолжается реализация проекта по установке уличных тренажеров. Четвертый такой спортивный комплекс недавно появился во дворе многоэтажек района города. Народный депутат Украины Евгений Мураев и советник председателя Харьковской администрации Михаил Мартынов, будучи в районе с рабочим визитом, не упустили возможности проверить качество недавно установленного спортивного инвентаря. Куда пойти заняться спортом? Не пивбары, а вот эти вот спортивные. У нас стадион, который надо достроивать. Пожалуйста, не уделяйте этому внимания. Это, как говорится, для вас наш наказ депутатский. Пожалуйста. Спасибо. Мы вот сейчас, видите, площадочку построили. Но придет весна, сделают еще здесь сверху павильон. Для того, чтобы было деткам удобно заниматься. Да, в любое время года. Да, круглый год. Если уже говорить об областной программе, это как бы областная программа. Сегодня, значит, по Змеевскому району следующие еще запланированы два объекта, которые площадки будут сделаны в микрорайонах, возле домах и так далее. Это, чтобы дети... То есть спорту сегодня мы будем уделять очень большое внимание. Уличные тренажеры – это обычная и комфортная возможность развиваться на физическом уровне, отлично проводя время на свежайшем воздухе. Для занятий спортом на тренажерах не нужно проходить инструктаж, либо использовать особые программки. На спортивных снарядах можно развивать различные группы мускул, получить позитив и необычный заряд бодрости, который не всегда достигается во время занятий в закрытом тренажерном зале. Большое спасибо, что поставили такие тренажеры. На старых уже было не заниматься, их-то и не было особо. Было только в центре такое, только ходили, а теперь и нам сделали. Будете спортом? Конечно, будем, да. По словам Михаила Мартынова, реализация проекта по установке уличных спортивных комплексов будет продолжаться. Аналогичные уличные тренажеры в скором времени появятся во многих населенных пунктах района, как в жилых массивах, так и пришкольных дворах.